Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и это восьмой урок видеокурса Landing Page для начинающих. Урок называется «Блок об авторе», то есть мы с вами будем делать вот такой вот блок. Вы должны понимать, что такие блоки, они очень важны, если вы являетесь автором, должна быть ваша фотография. На этой фотографии вы должны обязательно улыбаться, нельзя размещать там хмурые лица и так далее. Нам нужно как бы войти в доверие наших потенциальных покупателей. Соответственно, фотография должна быть хорошей и должна быть какая-то правдивая информация о вас, о вашей деятельности и так далее. Но у нас блок об авторе идет в следующем. После вот этого блока, список уроков, просто я не вижу смысла вам объяснять, как его делать, потому что вы должны уже уметь это делать. Он делается аналогичным образом. Сзади обычная картинка, это список уроков, это просто текст и, соответственно, иконочный шрифт. Я поставил стрелку, да? Вы тоже это уже должны уметь делать. Переходим в программу Adobe News. Смотрите, какой момент я еще хочу вам рассказать. Когда вы наполняете свой лендинг, создаете блоки, у вас может вот так вот закончиться сайт и есть два способа, как его удлинить. Можно потянуть вот за этот средний ползунок, зажав мышку вниз, либо правой кнопкой мыши кликнув по нашему сайту, вот в пустой области, да, и свойства страницы. И вот здесь вот мин, высота, можно прямо вписать какое-то значение. Или, если вам нужно немножко прибавить, вы вот так вот прибавляете. И потом надо нажать на кнопку ОК. Так, и давайте, значит, создавать. Берем прямоугольник. Как обычно, мы рисуем прямоугольник. Во всю ширину. Так, чтобы у нас крайние направляющие подсветились красным. Вы это уже должны знать. У нас блок идет здесь зеленым цветом. Беру инструмент выделения, кликаю по нашему блоку. И зеленый цвет. Значит, фотографию я возьму прямо отсюда. Вы подготовьте свое изображение. То есть, это тоже прямоугольник. И я сделал заливку своей фотографии. Соответственно, на фотошопе заранее отделив задний фон. И это фотография точка PNG. То есть, с прозрачным фоном. И вот так вот как-то размещаю здесь. Далее у меня идет информация обо мне. Я ее тоже копирую. Соответственно, текст продумайте, который вы хотите написать о вас, как об авторе. Вставляю текст. Здесь он у нас идет желтый. Имеется черная рамочка. И у нас еще имеется тень. У этого блока. Так, палитру я пока перемещу вот сюда. Выделяю опять наш прямоугольник. Заливка. И вот такой желтенький цвет. Сразу обводка. Наверное, черный не будем ставить. Поставим серый. Давайте посмотрим, что у нас в браузере. Ну, здесь уже вы можете блоком поиграться. Подвигать его. Так как я текст скопировал, у меня скопировали все настройки. В блоке текст у меня есть отступ. Который мы с вами уже проходили. Я сделал 9 пикселей. Слева и справа. От всего текста. Ну, и, соответственно, шрифт здесь тоже у меня уже не ария. А который я использовал в том своем лендинге. Ну, выделяем наш объект. И, соответственно, как ставить тень. Вы тоже уже знаете. Эффекты. Тень. Если мы оставим по умолчанию, тень у нас будет справа и снизу. А нам нужно, чтобы она была равномерна по всем сторонам. Вот здесь, в демо. Здесь нужно поиграться вот с этими настройками. Смещение. Нижний параметр мы ставим на 0. Угол можно прибавить чуть-чуть. Размытие. Здесь нужно просто вам поиграться, посмотреть, как смотрится лучше. Не надо сделать слишком черно. Слишком выделено. Ну, и тень тоже может быть не черного цвета. Может быть, каким-то другим цветом. Вот таким вот образом. И у нас в этой странице, она у нас с вами закончена почти. Такой простенький лендинг. Но для начала, если вы только изучаете Muse, этой информации вам будет достаточно. Не все сразу. Потихоньку мы научимся с вами делать еще более сложные и интересные сайты. Здесь сейчас немножко слов о копирайте. И потом, в следующих уроках, мы уже будем с вами делать планшетную и мобильную версию. Так как Muse пока не способен самостоятельно делать такие вещи. Хотя я надеюсь, что в будущем с этим будет попроще. То есть, планшетную и мобильную версию нам придется руками переносить для того, чтобы пользователи могли удобно смотреть ваш сайт на планшете или на каком-то мобильном устройстве. Это все будет в последующих уроках. И, соответственно, тут нет такой особенности, как практически во всех лендингах встречается. Это блок подписки или отправить заявку и так далее. Это все мы обязательно пройдем. Для начала такого простенького лендинга вам будет достаточно. И после того, как мы пройдем мобильную и планшетную версию, вы узнаете, как разместить сайт в интернете, чтобы люди могли с любой точки земного шара заходить на ваш сайт. Так, копирайты я тоже просто отсюда копирую. Обратите внимание, что цвет у меня копирайтов тоже взят из палитры. Здесь он зеленого цвета. Здесь у меня слишком большой подвал. Я его так немножко уменьшаю. И, в принципе, это у нас обычный текст. Мы его внизу здесь так размещаем. Так, я текст размещу по центру. Так, и он у нас будет вот такого цвета. Ну и, соответственно, здесь нужен какой-то другой шрифт. В принципе, я воспользуюсь своим шрифтом, который я использовал. И размер 18. Наверное, вот так и оставим. Обратите внимание, я выровнял по центру текст так, чтобы средние маркеры смотрели по нашей направляющей, с помощью которой мы с вами определили центр нашего лендинга. Файл и предпросмотр. Смотрится, в принципе, неплохо. Еще один момент. Про подвал. То есть, про нижнюю часть сайта. А если вы текстовый блок или любой какой-то другой элемент начали создавать сразу внизу, то у вас тут не возникнет никаких вопросов. Но если вы блок, например, текстовый, где-то наверху создали, выше вот этих вот линий, вот этих ползунков, да, то он вниз у вас вот сюда не разместится. Когда вы будете этот блок перетягивать, он вам не даст этого сделать, потому что вам нужно будет вот здесь вот поставить галочку нижний колонн титул. Посмотрите, если я сейчас галочку уберу, вы видите, как нижняя часть подвала у нас увеличилась. И теперь вот этот блок или какой-либо другой, смотрите, я пытаюсь сдвинуть вниз, но он нам никогда этого не даст сделать. Для этого вы уже поняли, да? Выделяем объект и ставим галочку нижний колонн титул. Тогда наш объект разместится легко внизу. Вот таким вот образом. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэйдж. Делайте их круто. Делайте лендинг-пэйдж.